Камалу Харрис О том, кто это такая и откуда она вообще выплыла А также о том, чего нам всем ждать от грядущих президентских выборов США Ну, если совсем честно, пару слов вам скажу не я, а мой старый знакомец Михаил Веллер Ну, как знакомец, я не хочу сказать, что мы там были друзьями или близкими знакомыми Но в 80-е годы далекие я с ним встречался в моем любимом городе, прекрасном Таллине, столице Эстонии Давно дело было, Михаил Веллер был молод А я, я был кричащий юн Хотя уже к этому времени имел высшее образование Ну да ладно, не о том речь Еще один момент Я сейчас собираюсь просто вырезать кусок из недавней передачи Михаила Веллера на эту тему Потому что он сказал все, что нужно знать Я бы не сказал лучше К тому же расследование я не проводил, а он проводил и ему я доверяю Далее Я, к сожалению, не получил разрешение Михаила Веллера на републикацию его видеоролика Но только потому, что я не имел возможности с ним связаться Уважаемый господин Веллер Если вы видите этот клип То я приношу свои извинения за то, что выложил его без вашего разрешения Надеюсь, что вы не против Если же вы против, свяжитесь со мной И если вам не нравится, то я удалю Хотя не хотелось бы Поскольку мы с вами на одной волне Я, в свою очередь, позволю себе вставить некоторые комментарии Вернее, вставлять некоторые комментарии Ну и пару слов в конце о том, чего ожидать от выборов Это уже господин Веллер не говорил, а я скажу Более того, опять-таки, если господин Веллер не возражает Я собираюсь после следующей недели Потому что я уеду на далекий остров, где интернет это толком нет Я собираюсь сделать синхронный перевод Вот этого ролика Михаила Веллера на английский язык Я понимаю, что это трата времени Потому что англофоны Может будут слушать, а может быть нет А, это на русском языке, значит это неинтересно Но это уже не мое дело Я скажу больше Может быть, даже запись этого ролика на русском языке Это трата времени Но Я человек, извините, верующий И если существует тот свет Я верю, что он существует И меня господь Бог спросит Ну, а может не господь Бог А какие-то, так сказать, компетентные и уполномоченные божанята Спросят меня Что ж ты, падла Знал, что происходит и молчал А я скажу, извините, я не молчал Я говорил в университетской студенческой аудитории Пока имел возможность Я записывал видеоролики на YouTube Ну, а дальше В коня корм или не в коня корм Это вне моего контроля Это уже к вам вопросы Ну, это я так понимаю А может быть, это и не трата времени Кто знает Короче говоря Предославляю слово Михаилу Веллеру Ну, в связи с тем Что уважаемая Камала Хоррис Выдвинута Так сказать, назначена Центральным комитетом Демократической партии США В кандидаты в президенты И ей уже нарисовали Все на свете И проценты И деньги Это у нас запросто Когда страна быть прикажет героем То президентом становится любой Это мы уже проходили Вот по этому поводу Несколько слов А то, понимаете ли Граждане Некоторые спрашивают Она кто такая Откуда взялась Так вот стало быть Покуда она была В родной Сравнительно родной Калифорнии По юридической части Видите ли Еще в январе 20-го года Начала продаваться Книжка Эта книжка Сразу стала бестселлером И написал ее Весьма известный Американский журналист Такой раскапыватель биографии Такой аналитик-скандалист Питер Швейцер Книга называлась Профили коррупции Злоупотребления властью И американской прогрессивной Прогрессивной элиты Вот это такая вот книжечка Которая значит В бестселлере вышла Очень быстро И в аннотации книги Говорится что Швейцер предлагает Читателю Глубокое расследование Частной финансовой Деятельности Некоторых американских Политических лидеров Высшего уровня Он значит вас Не разочарует В книге Никогда ранее Не публиковавшиеся Светения О злоупотреблениях Коррупциях Документально подтверждены Вот герой Этого повествования Это семейка Байденов Это Известный Социалист Коммунист Демократ Левый-Ультралевый Берни Сандерс Это несколько Мэров Крупных городов И это Разумеется Камала Харрис Профилем Который на обложке Вы можете Любоваться Прямо Спереди Так вот По данным Петера Швейцера В политику Камала Харрис Явилась В 94-м году Через как? Через так Что она встретилась С Вильямом Брауном Который был Спикером Нижней Палаты Калифорнийского И скажем так Конгресса Чая обычно Это называется В штатах Легислатура Вот он был Спикером Нижней Палаты То есть Это Грубо Калифорнийский Аналог Аналог штата Конгресса США Но поскольку Калифорния Второй по значимости То есть Первый По площади И многим показателям Штат То Вильям Браун Был Вторым по значимости Политиком Штата Спикер Легислатуры После губернатора Вполне Приличная фигура И он Занимая Этот пост Он располагал Одновременно Чем? Юридическим Бизнесом И что он делал При помощи Этого бизнеса Но получал Деньги От тех Кому Нужна была Его помощь Грубо Он был Спикером Он же Лоббировал Он же брал Деньги Ну это нормально Ему было 60 лет Он был женат А Камале В те времена Была 29 И она была Не замужем Вот Надо сказать Что Мать Камалы Которая Нашла Не осуждала Дочь За выбор Друга Бойфренда Любовника И Он был Такой Вполне Такой Попорядочный Человек Сначала Он устроил Ее Камалу нашу На работу В юридический Отдел Администрации Штата И она там Получала 114 тысяч Долларов В год Вы знаете Вполне прилично Учитывая Что это еще 90-е годы Доллар был В весоме 114 в год Для молодой Женщины Нет Нету Ничего А так Затем Он ее Устроил Еще В комиссию По здравоохранению И там И платили Еще 99 тысяч В год Дурацкое Дело Считать Чужие Деньги 223 тысячи Долларов В год Получал Наша Камала Так что Подарил Подруги Шикарный Кар Но главное Он ввел ее В круг Политиков В круг Активистов В круг Доноров То есть Которые Деньги Дают В 95-м Году Браун Он шел Правильным Путем Был Избран Мэром Сан-Франциско Хороший Сан-Франциско Конечно И когда Он собрал Сторонников Отмечал Победу Ну Вот Присутствовала Там Не его законная Жена Ну Че там Старая жена Понимаете Уже на седьмом Десятке А рядом Была Камала Но после Победы Он с ней Расстался Ну Видимо Имели место Некоторые Сцены И соображения А может быть Она с ним Рассталась Кто знает Новым Любовником Нашей героини Стал Известный Телеведущий Монтелу Вильямс Да Вот И такой Вполне Известный Человек Который Судя по всему Никак не Отказывал Себе В маленьких Больших Жизненных Радостях И так Даже По некому Совпадению Камала Харрис Получила место В офисе Окружного Прокурора Сан-Франциско Нет Ну конечно Любовник Стал Мэром Сан-Франциско Окружного Прокурора Можно и работку Найти Звали Окружного Прокурора Теренс Халлина Вот он Красавица Ранее Халлина Расследовала Разные случаи Коррупции В ближнем Окружении Брауна То есть Здесь Имеется Некий Конфликт И чтобы На всякий случай Оградить Себя От таких Гадостей Браун То есть Вильям Браун Надоумил Бывшую Любовницу Избираться На пост Халлина То есть На его пост И тогда Камала Оставила работу В окружной Прокуратуре Получила место В городской И объявила Что намерена Избираться На пост Окружного Прокурора Надо сказать Что перед началом Новая Камала И старая Халлина Халлина Они взяли Публично Обязались Тратить На выборы Поровну Ну что было честно И не более 211 тысяч На всякий случай Они подписали Это соглашение Потом На счет Камалы Хлынули Деньги От друзей Спонсоров Знакомых И прочих В обязалове Мэра Вильяма Брауна Ну и Какие там Обязательства Она набрала Более 620 тысяч То есть В три раза Больше Ну Городская избирательная комиссия Оштрафовала Но всего На 34 тысячи Из этих 621 То есть Ничего Прибыль В нашу пользу Сальдо Приличная Но потом Выяснилось Что митинговую поддержку Организовывали Мобилизуя работников Городского отдела Коммунального хозяйства Боже Прямо как в России Которые должны были Изображать Массовую поддержку Кандидата Но заметьте Как это Не ФСБ Не ЦРУ И прочее А все-таки Вот коммунальное хозяйство Да, конечно Там еще один Участвовал В гонке На место Прокуржного Акурора Камал-то пришла Не первая А второй Но поскольку Ни один из трех Кандидатов Большинство Не получил Несмотря на деньги Был объявлен Второй тур Ну Что там было Между первым И вторым туром Что-то было Потому что Во втором туре Камала Одержала победу Вот так Она стала Прокурором Сан-Франциско Прекрасный был Прокурор Можете любоваться И вот здесь Вот Начались Некоторые Вообще Неприглядные Страницы Это Она очень интересно Относилась К делам Католической Церкви О растлении Малолетних Она занимала Это пост Кружного прокурора 15 лет И не было Ни одного Дела Против священников И педофилов Более того Ее офис Скрывал Важную информацию От общественных Групп Вот этих Жертв Священников Католиков Педофилов Вот ее Предшественник Которого Она только удачно Выдавила Терренс От повереждений И позиции Самой Харрис Она запретила Публикацию Данных И прихиальных Расследований Но официально Объяснив Прокуратура Не хочет Открывать Имена Жертв Им будет Больно Парадокс В том Что сами Эти жертвы Добиваясь Справедливости Свои имена Объявили Их не спрашивали Прокурор Лучше знает Так что Заявление Харрис О том Что она Активная Защитница Детей Все это Глупости Расскажите Это тем самым Детям Да Те самые Священники Ее поддержат А были Документы Которые Грозили Скандальными Разоблачениями В 2010 Году Офис Харрис Отказался Предоставить Их журналисту Газет В 2019 Году Офис окружного Прокурора Сан-Франциско Сообщил На запрос Автора Книги О которой Мы говорили Питера Швейцера Местонахождение Документов Неизвестно Неизвестно Погулять пошли А там Была Еще одна Интересная Сторона Деятельности Была В Сан-Франциско Пара Стриптиз Клубов Ну мало Нигде Могут Быть Стриптиз Клубы Ну после Танцев Ушеста Посетители Могли Пригласить Танцовщицу Ну например Поговорить О жизни Угостить Бокалом Шампанского В отдельный Кабинет Ну и Была Стерта Грань Между Стриптиз Клубом И нормальным Борделем Ну бывает И полицейские Рейды подтверждали Что вообще-то В клубах Проституция Имеет место И арестовали Девяти человек И проституток И условно говоря Менеджера Сексуальных Работниц Данные были Неопровержимые Наш Камала Харрис Прикрыла Это дело То есть Вот вам Священники Эдофилы Вот вам Сутенер С проститутками Нормально Нормально Но может быть Объяснением Может послужить То Что обоими Стриптиз Клубами У них был Один владелец Это был Старый друг И так сказать Деловой клиент И мэра Вильяма Брауна Это такая вот Понимаете История Сэм Конди Его звали Во время Еще Компании Избирательной На пост Прокурора Старый прокурор Теренс Хальнон Предупреждал Что если Камала Харрис Дорвется до поста Это развяжет руки Вильяму Брауну Его коррумпированным Друзьям Ну что правильно Развязала Что здесь Такого То есть Там Там были Еще Коррупционные Сделки С недвижимостью И там Были Крупные Подлоги И там Были Подряды На строительство Это там Там была Осень И осень Осень Много чего И один Из знаменитых Прокурорских Проектов Это у Харрис Была программа Back on track Она позволяла Арестованным По наркообвинениям Впервые Закрыть их дело И ликвидировать Запись Ничего нет Вот так Ничего не было Для этого надо Чтобы клиент Программы Выполнил ряд Требований Вернулся В нормальную Жизнь И вот К девятому году Избираясь На посты Генпрокурора Калифорнии Уже Камала Харрис Заявила Что программа Имела Грандиозный Успех Был у него Скажем Такой нелегал Которого Звали Александр Изагуири Как он туда Попал Непонятно Поскольку Его арест Торговал На улице Кокаином Стало быть Это был Был не первый Арест Да Его Из-за Ограбления Тоже Арестовывали И вот Оставаясь На этой же Программе Он Вырвал сумочку Какой-то Девицы Затем Вскочил В чужую машину Ее угнал Сбил Другую Девушку Переехал Ее Она Вообще Чудом Выжила После Трам И ничего И ничего Когда Юристы Несчастной Девушки Которую Еле Вытащили Из того Света Сбитую Этим Уродом И стали Выяснять В офисе Камала Харрис Как-то На этой Программе Где Все Зачерпнем И все Будет В порядке Оказался Такой Преступник Она Ответила Что В ее Задачи Не Входит На Отзор За Соблюдением Федеральных Иммиграционных Законов Ну И в конце Концов Понимаете Любовники Любовницы Любовниками Но Когда Жизнь Уже Налаживается Можно Подумать О своем И в Четырнадцатом Году Камала Харрис Вступила В брак С известным Юристом Юрист Это Святое Юрист Это Святое Лос-Анджелеский Юрист Даглас Эмхоф Чудесная Пара Просто Глаз Не Оторвать Эмхоф Защищал Корпорации Которые Обвиняли В нарушении Правил Законов Дела Некоторых Его Клиентов Ну Разумеется Лежали На прокурорском Стали Его Супруги То есть Там Были Всякие Производители Того Сего Третьего Пищевых Добавок В пятнадцатом Году То есть Не успел Наша Выйти Замуж Дед Прокурор Из 14 Штатов В США Начали Расследование Дизельность Таких Вот Компаний Которые Торгуют Черт И чем Потому Что Ряд Ингредиентов С этикеток Что-то Было Не Указано А что-то Гербалайф Был украшением Этого Букета Молодежь Уже Не помнит Что это Была За Компания Гербалайф Замечательная Пирамида Гербалайф Камала Харрис Отказался От участия В этом Иске И хотя У нее Было Там 700 Жалоб На Продукции Только Гербалайфа Не считая Всех Других То есть В результате Торговая Комиссия Федеральная Получила Гербалайф Отступные 200 Миллионов Долларов Пустя Масштаб Стран Правда Калифорния Ничего Не получила Но Адвоката Этих Фирм Мужика Малой Дагласа Эмхопа Это Возможно Даже Обраговало Вот Вот Как-то Вот так Рука Можно Сказать Обруку Вы знаете Этот Питер Швейцар Довольно Много Нарыл Вот Эти Журналисты Если Они Уж Начинают Чем-то Заниматься Если Это Журналисты Старой Школы То Это Просто Черт Знает Что Такое И Если Начать Смотреть Там Прошла Куча Статей Вы понимаете Куча Статей Если Начинать Читать Эти Статьи То Просто Теряешь Веру В Человечество Вот Там Сведения Типа На посту Окружного Прокурора Сан-Франциско Камала Харрис Отличилась Новой Инициативой Сажать В тюрьму На срок До года Или подвергать Штрафам До двух тысяч Долларов Детей Родителей Которые Не решились Отправить Своих Детей На обучение В опасные Местные Школы Ну Эти Государственные Школы Где делается Черт знает Что Так сказать Смешанная Аудитория Интеграция Можете Смотреть В других Местах Что происходит В школах Когда Значит Наше Все Это Разнообразие Вот Черные Белые Желтые Красные Зеленые Синие Ну Уровень Преподавания Но там Нормальному Ребенку Жить-то Невозможно Так вот Они не хотели В местные Школы Где Буквально Нормы Были Насилие Наркомания Хулиганство То-се Ножи в кармана Родителям Грозил Арест За систематические Прогулы Их детьми Уроков А вот Интересно Те дети Которые Вообще Терпеть Не могли Учиться В принципе Именно Их Родителей Сажали Или Родители Тех детей Которые В школу Просто боялись Зайти И она Прокурором Сан-Франциско То была С 2004 Значит По 11 Где-то Год Или больше Немного Местные Жители Это вспоминают С некоторым Мужом Потом Она значит Стала Генеральным Прокурором Калифорнии Мы говорили Штат вышел На второе место В США По числу Заключенных Это казалось бы Хорошо Или как Развернулось Строительство Тюрем Ускоренное И вот Тот самый Питер Швейцар В книге Профили Коррупции Мы говорим Пишет Что Байден В свое время Выбрал Камалу Из-за ее способности Собирать деньги На избирательные Компании Вот способ Которым Она делает Ну попахивает Может быть Криминалом Но мало Ни что Вот Швейцар Пишет Что он подозревает Что часть средств Она получает За отказ Открывать дела Против богатых И влиятельных Калифорнийских Педофилов Ну без денег То как же Вот От могущественных Семей Адвокатов Которые Представляли Эти школы Католические Куда каток Наехал Поехал обратно Она уничтожала Документы По этому делу И при этом Да Объявлялась Оборцом Против сексуального Насилия Создала Специальный отдел Занимавший Подобными делами Ни один священник Так привлеченный Не был Хотя В 50 крупнейших Городах Америки Прошли такие Судебные процессы То что И священников Переводят С места на место И церковь Знаете Католическая Едина Уж гниет Гниет Вот Ахарис Говорили Что она Умная Энергичная И готова Сбросить Вообще В яму Любого Кто встанет На ее пути Молодец Вот Зубы Показывают Она С легкостью Отправляла В тюрьму На 50 лет Невиновных Людей Чтобы заслужить Репутацию Крутой Законницы Она Не признала Что был случай Упекла В тюрьму Невиновного Это выпало Наружу И стало Известно И она Отказалась Выпускать Его раньше Срока То есть Если покопаться Она предстает Совершенно Безжалостной Коррумпированной Псевдозаконницей Которой Насмерть Билось Чтобы в тюрьме Гнили Осужденные По уже доказанно Ложному Обвинению Вот Кстати Хочу Вставить Свои 10 центов Всякого Рода Дебилы Часто Говорят И пишут Вот Не дай бог Придет к власти Дональд Трамп И будут Концлагеря Боже Какие Феерические Идиоты И не надо Обижаться На это Слово Я Как написал Один мой знакомый На стикере На своем бампере Я добрый Но я не вежливый Я не хочу быть вежливым Когда речь идет Об идиотах Потому что Тупость И идиотизм Это Не Несчастье Это к сожалению Порог То есть Это было бы Несчастьем Если бы Действия идиотов Вредили только Самим идиотам К сожалению Действия многочисленных Идиотов Вредят нам всем Среди которых Есть Не совсем идиоты А может даже И совсем не идиоты Но я отклонился От темы Говоря о концлагерях Вот вы сейчас слышали Что сказал Михаил Беллер ГУЛАГ уже Имеет место В Соединенных Штатах Если в тюрьмах Сидят невинные А если Доказанных Невиновных Не выпускают Из тюрьмы Кстати сказать Американские тюрьмы Это вам Не западноевропейские Тюрьмы И даже не канадские И не дай бог Вам туда попасть Не только что На 20-30 лет А даже На пару суток Впрочем Ладно Я вам скажу Еще одну вещь Уже давно В Соединенных Штатах Есть такая система Если какой-то Негодяй Напишет Донос на Честного человека И употребит там Правильные В кавычках Ключевые слова То есть Большая вероятность Что судья Отправит человека В тюрьму На срок От 20 лет До пожизненного Я не стану Вам говорить Что надо писать В доносе Не потому что Я боюсь Тут ничего Криминального Нет даже сейчас А потому что Я не хочу Никому давать Это оружие Это страшное оружие Вот Вы узнаете Что ваш враг Едет в Штаты Вы пишете Куда следует Донос С нужными Ключевыми словами И человека Отправляют на зону Опять таки На срок От 20 лет До пожизненного Далее Человек Конечно Обращается К адвокатам Которые требуют Задаток От 20 До 100 Тысяч Адвокаты Очень жадные Люди А дальше Я не знаю Может быть Вы насмотрелись Голливудских фильмов Где адвокаты Решают вопросы Своих клиентов Так вот Я вам скажу Сейчас это не так Вот вы заплатите 30 тысяч Мерзавцу Адвокату Он сделает Один звонок Прокурору Чтобы обсудить Условия А потом Он свяжется с вами И скажет Знаете Друг мой Я договорился С прокурором Если вы признаете Свою вину То вам дадут Срок 15 лет С перспективой Досрочного Освобождения Через Лет 12 Ну а Если вы не Признаете себя Виновным То я умываю руки От 20 До пожизненного Вот так обстоит Дело в Соединенных Штатах Большинство Американцев Даже этого не знают А я знаю Потому что У меня есть Хорошие знакомые Американские юристы Которые с этим Делом Сталкивались Это к вопросу О концлагерях Они уже есть Но я вам скажу Больше Если дальше Так дело пойдет Как идет В Соединенных Штатах То будет и ГУЛАГ В этом можете Не сомневаться Это я вам говорю Как историк И как бывший политолог Хотел бы сказать Вам что-то лучше Но извините Не могу А теперь Поехали дальше Ну да Сказал Так сказал Ошибок у нас не бывает Она отказывалась Расследовать Дела полицейской Коррупции Правильно Нужно дружить С правоохранительными Органами А еще У нее Большая история Разумеется Отношение С семейством Барака Обамы Еще с тех Повод Когда наш Барак Их Барак Был сенатором Считается Что именно Обама Главное лицо Демократической партии Он и заставил Байдена Назначить Камалу Вице-президентом Ее кандидатуру Поддержали И банкиры С Уолл-стрита Связанной С Хиллари Клинтон Она умеет Работать в системе Сказали банкиры Это высшая Пхвала И после Утверждения Харрис Вице-президентом Ну было Дело Что рейтинг Партия За правила Которые Любят Поиграть На Расовых Противоречиях Но так Были Тогда Уверены Что и сейчас С Трампом Покончено Что рискнули С выдвижением Непопулярной Но зато Преданной Их идеями Деятельницы Так что Уважаемые Граждане Еще Не вечер Нарисовать Можно Все И дадут Боги Случиться Мы еще Поговорим О том Кто Такие Назначенцы И Что Означает Переход От выборов К назначенцам Всего доброго Свидания Ну что Дорогие Мои мученички Вам все ясно Вскрытие Все показало По моему Все Я вам скажу Больше Скажу Гадость Ну Знаете Как я уже Сказал Я добрый Но я Невежливый И в глаза Заливать не люблю Что нам С вами Ожидать От грядущих Выборов Почему нам С вами Я лично Не американец Хотя Америка Видна Из окон Моего кабинета Я живу В Канаде На границе А многие Из вас Живут в Европе Или бог знает Где еще Но к сожалению Результаты Нынешней политики В Соединенных Штатах Отразятся На всех И каждом Из нас На всех И каждом Потому что Соединенные Штаты Которые сейчас Находятся В состоянии Тяжелейшего Кризиса Являются Краеугольным Камнем Нашей цивилизации Рухнет Этот камень Рухнет Все И Надо сказать Что те Кому принадлежит Большая часть Имеющихся На этой планете Денег Они как раз Именно это И планируют Уходя в сторону Скажу Что Если отжать Всю воду Цель Этих Людей Заключается В том Чтобы 99,9% Населения Земли Не жило Хорошо Кстати Процитирую Одну Весьма Противоречивую Фигуру Весьма Однозначно Это В далеком Прошлом Мой шеф Декан Факультета Журналистики Московского Университета Ясин Николаевич Засурский Я учился В аспирантуре На этом факультете И потом Короткое время Там Преподавал Так вот Еще В 1980 Затертом Году В середине Восьмидесяток Кстати Примерно Тогда же Когда мне Довелось Пообщаться С Михаилом Беллером Ясин Николаевич Засурский Сказал В Относительно Недалеком Будущем Нас Ожидает Неорабовладение Большая Часть Населения Будет Рабами Может быть Неплохо Кормимыми Пьющими Курящими Наркотики И даже Пляшущими Развлекающимися Но Рабами И Мизерный Процент Будет Составлять Власть И Их Обслуживание Их Обслугу Ясин Николаевич Был умным Человеком При Разных Особенностях И даже Он ошибался Я думаю Что Плясать Рабам Никто Не даст Обойдутся Без Пляски Будут Жрать Известно Что Но Я опять Отклонился От темы Говоря О выборах Я Знаете Человек Вообще Очень Оптимистичный Может потому И жив До сих пор Что Оптимистичный Но Надо же Быть и реалистом Скажу Честно Я Буду Очень И Приятно Удивлен Если Камале Харрис Не Удастся Занять Место Президента США Даже При том Что Эта Должность Теперь Совершенно Очевидно Чисто Номинальная Мне Так Кажется Что Сильные Мир Осего Опять Таки Как я уже Сказал Владеющие Большей Частью Наших Денег Запланировали Это И Вообще Пока У них Очень Много Удается Я Конечно Надеюсь Что Случится Чудо И Дональду Трампу Не идеальному Но лучшему В данный момент Кандидату Все Таки Удастся Быть Избранным Трампу И Надо Голосовать Правильно Но Гарантии Никакой Нет Потому Что Одно Дело Как Люди Проголосуют Другое Дело Как Это Подсчитают Вы Спросите Какой Выход Из ситуации Ну Выход Всегда Есть Как Говорится То Что Человеческими Руками Создается То Человеческими Руками Разрушается Но Единственный Нормальный Выход Из ситуации Это Если Американский Народ Скажет Своё Слово Что Я имею Ввиду Скажет Своё Слово А Это Я вам Сказать Не Могу Потому Что Для Этого Надо Жить В свободном Мире Есть Свобода Слова У Нас Этого Нет Но Вы Американского Народа Но Для Этого Народ Должен Быть Народом А не Стадом Это Тоже Отдельная Тема Народ Он Или Стадо Ну Это Ему И Решать А Для Того Чтобы Он Должным Образом Сказал Своё Слово Нужны Соответствующие Сильные Организации Я Их Пока Не Вижу Ну И Большие Финансы А Финансы 90 С лишним Процентов Финансов Сейчас К сожалению Не в тех Руках Так что Я не знаю Сможет ли Американский Народ Сказать Слово И как Я Конечно Никого Ни к чему Не призываю Боже Упаси Я Во-первых Не американец Во-вторых Кто я Такой Чтоб Кого-то Призывать Я Просто Рассуждаю Так сказать Умственная Гимнастика Ну В общем Это Всё Я Сказал Всё Что Хотел Желаю Вам Всего Наилучшего Ловите От жизни Всё Что Можете Сейчас Поймать Чёрт Знает Что Вы Сможете Поймать В будущем Хорошего Вам Продолжения Лето И Даст Бог До Связи Пока Всего 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 Субтитры сделал DimaTorzok